Сделано в ветке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видео-версия, аудио-версия Пожалуйста, заходите, слушайте, смотрите Очень интересно И Евгений Альбертович зачастую Очень с необычных сторон Преподает известные факты Ну что, поехали? Ну поехали в 1963 год Вот Встретили мы этот год морозной зимой Ровно 55 лет назад Да, мороз 55, да 55, да 63, 55 лет назад Холодной зимой, нормальной Зимой с 30-ти градусными морозами Начинался год с большими горками На театральной площади И поехали А у меня другое летоисчисление Вот 18 лет после войны 63 год И у нас сегодня 18 лет После тысячелетия После, да Начала века Наступление 21-го Вроде бы вот вчера и недавно Но вот посмотрите После войны за 18 лет Сколько было Ой, рывок И заводы Фактически И второй Иров строился На Октябрьском И за Октябрьским проспектом Менялся транспорт Там Менялось все И вот Сейчас Мне кажется Уклад жизненный В целом, конечно Он Был По старинке Такой Сейчас незаметно Сейчас Жизнь, она меняется А что было Вот 18 лет Мне кажется Были те же дома Почти те же машины В принципе Тот же президент Это правда Вы подметили Да Вот тут у нас Постоянство Не меняется В этом отношении Ну и жизнь Жизнь, конечно В 63-м году С одной стороны В городе И хорошо И радостно И смотрят Телевизор Смотрят ЭВН С уже Появившимся Масляковым Юным Масляковым Клуб Веселых и находчивых Мы имеем в виду Подтудки ЭВН Там было Берите в руку Рандаш Мы начинаем Вечер Сейчас бы Показался бы Примитивный ЭВН Любитель И студенчес Но это было Искреннее шоу Это не было Уже все Заранее отрепетировано Куплено И прочее Хороший был ЭВН Вот Ну Смотрели одну программу Телевидение Танцевали Твист уже Под жизнерадостную Королеву красоты Уже Понимаете Такую музыку А все пели Амуниолень И черный кот Был уже Вот это С одной стороны Ездили в Красивых Желто-синих Троллейбусах По городу Ну Поселялись В Хрущев И уже Строился У нас Микрорайон Черемуш И на Чапаево Панельная Дома Об этом А с другой стороны В деревнях Вот продолжалась Вот эта Авантюра С мясом Про которую мы говорили Раньше За что Загородили Орденом Ленина У колхозников Не было Ни отпусков Практически Ни зарплат Ни паспортов Вот И в Ирове Уже я говорил Что укурузный хлеб И то Консервы Бульонные Уби И фабри Имени Микояна В жестяных Пенальчиках Вот И вот Контрасты Но В целом Конечно Год Был годом Потрясений И не столь А у нас В России И тогда В СССР Только на мировой арене Да И мировом Вот трагедия Года Конечно Это убийство Президента Джона Кеннеди Это тайна Века Вот И Потом События Развивались Дальше Ли Харви Освальд Арестованный В Даллас Уже Конечно Тут сразу Заговорили О российском следе То что он работал И в Минске И был женат На граждан СССР Уехал обратно В Америке Это не первый случай После убийства Был арестован Хотя Многие специалисты До сих пор говорят Что не мог он Один убить Этого Эннеди Но был Харви Освальд Убит М. М. Руби Руби Тоже в этом же 63-м году Тоже умер В камере Ну А мрачным Достаточно Кстати был телемост Это подобие Телемоста Первый вот Телемост В США В этом же 63-м году В США Внутри Я почему-то Это запомнил Я еще совсем маленький Бабушка Вот смотрел это Почти носом В телевизор Знаете Такой небольшой рекорд был Не АВН с линзой Уже побольше Телевизор И вот там подробно Вот про Этого Эннеди Вот кадры Издалось Что-то там Говорили Объясняли И вот я Почему-то запомнил Это внимательно Может настолько Мои эмоции Сильные были Что вот Они передались И вот этот факт Мне запомнился Ну вам было 5 лет Правильно Предположить То есть Жители города Нашего следили За этими событиями Помню И вот этот Телемост Следили Ну теперь О более Таком приятном В этом году Ну опять же Не у нас Нью-Йорк Я начну с мировых событий Состоялась Премьера Гениального фильма Клеопатрас Элизабет Тейлора В главной роли Съем И обошлись В 12 миллионов Фунтов стерлингов Вот я думаю Сейчас трудно Представить По современным ценам Сейчас бы Михаил Оу Если это дали 12 миллионов Сколько бы это было В рубляхе И снял бы он Своё утомлённое солнце 5 или 6 Там Я честно Забыл Сколько там Чистый Или Мединс Бы бы на одной На очередной проект Что он там Пытается Снять сейчас Про Нюрбинс И процесс Я сегодня Слегка простужен Поэтому Ничего Давайте не будем Торопиться Ну не могу я Пройти мимо событий Которые Конечно и меня И всё моё Поколение интересует Это в Лондоне В студии Эбби Ро От Битлс В течение дня Записали свой первый альбом Плис-плис-ми Несмотря на простуду Джона Леннона Вот Леннон Простуженный Пришёл записывать Плис-плис-ми А я Простуженный Пришёл Рассказывать И напомнить Об этой дате Ну и после этого В 63-м году В начале в Англии А потом по всему миру Началось явление Которое позже Назвали Битломания Битломания Да Ещё одна трагедия года В Атлантическом Иоанне На глубине 2400 метров Затонула Американская Атомная подводная Лот Этрешер На борту Которой Находилось 125 членов экипажа Вот О радиоактивном Загрязнении Воды Не сообщалось Ну тем не менее Вот Лот и гибнут Не только Наши Видимо Да Много было случаев И до сих пор Это тайна До сих пор Там все обстоятельства Не выяснены Вот И представьте себе Когда вы смотрите Ламповый телевизор В нашем городе Вот Чёрно-белый А где-то в мире Уже в 63-м году Изобрели Первый бытовой Видеомагнитофон А где конкретно В мире это придумали В Америке Да 63-й год Видеомагнитофон Вот это был фурор Ну и Конечно Вводится Традиционно Не имётся Нашим властям С их Милитаризмом Что Будет такая борьба За мир Что камня Камня не останется Хрущёв Притворяет Свою Усь Инумати В 63-м году Хрущёв Объявляет О наличии У СССР 100-мегатонной Водородной Бомбы Это бы мало Не показалось Если взорвали Где-то на Малой Земле Она была на самом-то деле Она не была Потому что Это бы По-моему Вся бы атмосфера Улетучилась В космос Планеты Ума хватило Её не испытывать Но тем не менее Хрущёв Всё-таки И был вменяемый Он В 63-м году Дал согласие Вывести Войс Аскубы После Кризиса 62-й год Мы обсуждали Как раз В прошлой передаче События Ну и тут же Фидель Тут же Перекрасился В коммуниста Хотя до этого Он-то Я ранее утверждал Почувствовал Эти финансовые потоки И рванул На переговоры В СССР Объехал Несколько Городов Побывал Много Фотографий Есть Астра И в зимний Ушан И с горы Там Где-то И все Разно Ну и Очень хороший Момент Был В фильме Когда он С Евтушен Отказался Встречаться Евтушен Обежал следом Говорил Фидель Фидель Я твой Друг Но не до того Было Фидель Путешествовал По стране На чём Надо было Решать На поезде Интересно Это наши Не падали Тогда В 63 Году С Байнура Отправился Рабль Восток 5 С Валерием Быковским Ну а Через два дня Рядом Взлетел Восток 6 С первой Женщиной Осмонавтов Валентиной Терешковой Это было Событие Не депутатом Государственной Думы Ну это потом Уже Но тем не менее Она находилась На орбите В течение Трёх дней Для изучения Влияния Невесомости На женский Организм Ну американцы Конечно Гораздо Позднее К этому подошли Запуск У женщин Но тем не менее Много легенд И много домыслов И много Сейчас Различных версий Существует Полёта Терешковой То что Нельзя было Ей не есть Не пить После приземления Крестьяне Принесли Молоко Она испила Кружку молока Это когда капсула Приземлилась Видимо Была в стрессе И спила Нельзя было Надо было Замеры организма Сделать И еще были У него И это погрешности На что Ролёв Руководитель полётов Очень нелестно И даже матерно Высказался Что я Больше женщин В космос Запускать Не буду Ну что-то В этом Ну кстати Народ Кировский В 63-м году Евгений Леберьевич Простите Кировчане С ликованием Воспринимали Да Это же эйфория Смечистая продолжалась И специально Раздувалась Надо же было Демонстрировать Успехи Раз в магазинах Бульонные Уби И Руза То Промтовары В очередь В давку Вот за дефицитом Форсовщикам Уже Вот это Попозже Мы к быту Подойдем Надо же было Трубить О достижениях И вообще Вот женщина В космосе Это было явление Ну кстати Вот могла бы быть Если мы немного Отличемся Могла бы быть И не Терешкова Могла бы быть И Вяз Женщина Она в запасе Тема для передачи Ну как зовут Напомните Давайте Тоже выпало Да Сейчас я в ходе передачи Продолжайте Сейчас Да Просто тоже Как говорится Вертится Но вот так Сразу выдать нельзя Она была в запасе Или это легенды Она была В составе В составе Звездной команды Да В команду Это же вообще известно Что всегда Страхович По разным сведениям Что-то либо Эти нашли Либо Либо со здоровьем Было связано А Терешкова была Из здоровой рабочей семьи Там же Как бы Смотрели до пятого Поколения Так Я ищу У меня даже и публикации Абсолютный чемпион Мира по парашютному спорту Даже улица названа В ее честь Вот мы нехорошие люди Сейчас не можем Ну бывает Ну вспомним В ходе Сейчас Так Передачи Всплывет обязательно Ну что же у нас Сейчас На фоне Конечно Этих Мировых Ветров Мировых там Событий В Иреве Были конечно Скромные Достижения Свои Но тем не менее Они были Тем не менее Есть чем похвастаться И что вспомнить Вот я уже сказал Что Начали застраивать Микрорайон За улицей Чапаева Панельными домами То есть Западной За улицей Чапаева В этом году В 63-м Начал Свою деятельность Домостроительный Комбинат Который В Коминтерне ДСК Тогда он назывался Ировский Комбинат Строительных Материалов Так Вот И начал Производить Панели Для жилых Домов И вот Это означало Начало Крупнопанельного Домостроения В Ирове Попросим прощения Попросим прощения У потомков Что называется Что мы так сразу Не вспомнили Сходу не вспомнили Мы имели Видимо все таки Ввиду Татьяну Николаевну Войнову Войнову Да Заслуженный Мастер спорта СССР По парашютному Спорту Абсолютная Чемпионка Мира Обладательница 20 рекордов Мира Она Могла Заменить Валентину Ивановну Гипотетически И могла бы быть На месте Терешковой Но вот По разным Может быть Это и стало Причиной Вот ее Такой Гибели Ну В общем-то Да Хорошо Все могло бы быть По-другому Что Что было То было Так Продолжаем Возвращаемся Еще трудно Пройти мимо Такого эпохального События В 63-м году Был запущен Свинокомплекс Доронич Поздравляем В связи с Грядущим годом Свиньи Это очень Любопытно Да Уточнение Наверное Там праздник Будет Вот спасибо Да Уже нам звонят Но я уже Нашел в интернете Что это Войнова Татьяна Николаевна Спасибо Что подсказываете Ну и Опять же События Нашего университета Конечно Все ближе и ближе Мы подходим ВятГУ Уже шаг За шагом В 63-м году Филиал Всесоюзного Заочного Энергетического Института Реорганизован В Ировс И заочный Политехнический Институт Еще заочный Да Не ЭГП ЭЗПИ Заочный был Ну и Тоже События года Что при Азам по Ировскому городскому Отделу здравоохранения Была создана Городской Травмпункт И травмбольница Вот Там где они сейчас Располагаются Нет Травма В 63-м году Расположилась На месте Бывшего Реального Училища Это на углу Тогдашний Дрелевс И Октябрьский Проспект Спаская Октябрьский Деревянный Да Спаская Октябрьский Деревянный дом Двухэтажный Он по-моему Навсегда затянут Сет Законсервирован Там было и медучилище Там по-моему Сейчас корпус Медколледж Располагается Там где-то Спортзал Что-то есть А сам-то Главный корпус Там же была И обсерватория Все-все Это тоже Отдельная история Но когда-то Это была Самая окраина Города Да не В 63-м году Это почти Центр Не-не-не До этого Задолго до этого Октябрьский Проспект Гласисно И там на запад Уже ничего не было Поля и деревни И так далее Ну да Ну были Рапуса Зооветеринарного Института Позднее Вот еще что-то А в 63-м Это уже Центр Все демонстрации Проходили мимо Этой травмбольницы Все школы Вот заводы Там ПТУ Пятое Сворачивали На Дрелевского Нынешнюю Спаску И вот стояли У этой травмбольницы В полосатых Пижамах Пациенты Пациенты С стылями Там загипсованная А то не мог выйти Лежали на окнах Обычно 1 мая Было тепло уже И все С завистью смотрели Что там люди С шариками С флагами Зализывая Свою рано Макинуруют Да-то Долго там Травма держалась А травмпункт Был в начале Вот на улице Коммунистической Орловской Орловской Да Это вот Где-то Возле Между Володарской Свободой Там Туда А потом Его переселили В особняк Иуды Клошина Вот это Где сейчас Какой-то там Пункт На театральной площади На буквально Московской улице Ну В этом году Был создан Литературный Клуб Молодость Который В принципе Дал путевку Жизнь Многим Позднее Известным И даже До сих пор Не забытым Поэтам Давайте Перечислим Напомним Писателям Не Не буду Там Слишком Много Потому что Если Кого-то Упомяну Они будут Радоваться Кого-то Заботу Скажут А я Всех Сейчас Их Столько Много Ну Хорошо По чьей Инициативе Это Начинание Состоялось Игорь По чьей Инициативе Кто Кто Был Вдохновителем И для Чего Собственно Это Создавалось Объединение Молодость При газетах Видимо Чтобы Была Поддержка Молодым Литератором Скорее всего Это было Течение Такое Общее По всей Стране И Создавались Клубы У нас Был Клуб Молодость И был Алый парус Потом В принципе И сейчас Что-то Подобное Есть Но надо Было Это Иметь Вот даже Я удивляюсь Почему Раньше Не было Видимо Все Это Было Связано С разгромом Писательской Организации Еще в 1938 Году И она Очень медленно Оправлялась Там наверняка Была дана Рекомендация Если не сказать Установка Делать Творчество На тему Насколько Красивое И счастливое Советское Будущее Мы строим С вами Не обязательно Нет Не обязательно Или достаточно Плюрализм Такой уже был По-моему Вот 1963 год Это все И время Вот теперь И время И поэтому Не требовалось Не было же Ой Под эти И вот Не было же Ругом Чтобы Государство Продавливало Идею О собственном Величии В каждом Там Каком-то Действии В каждом Шаге В литературе Но с другой Стороны Опять же Я скажу Что Очень много Параллелей Вот Всегда У нас И это Стереотипы Поведенческие Стереотипы Власти Они были Одинаковы Вот Если сейчас Там Почему-то Тенденция Что запрещают Их-то Рэперов Вот В их защиту И это Асы протеста Концерты Правозащитники Вступаются Да Восьмидесятые Это же Запрещали Андеграунд То есть Эти подпольные Группы Разные Там Арестовывали Брауна И прочее За концерты Думаете В шестьдесят третьем Такого не было Точно так же Вот например Ту же Мьянсарову Брали Мулермана Вот Из эфира Но не взлюбила Фурцева Певца Никотина Атера Все нету его И поэтому Многие же Вот Спела Там Великанова Черный кот И все И исчезло Все радуются Это и песни Все под них танцуют Пластин вышло А певицы нет А вот не понравилась Она Ну может быть Какое-то было обнаружено Тлетворное влияние Или след Западного шоу Бизнеса Что-нибудь Причем тут Влияние советское Должны быть все равны Не должно быть Это галимый Это галимый субъективизм Но вот точно Точно так же После войны Но не в Вангарде Это потом Уже Достали Вот Но Опять же Вот С одной стороны Создают Луб молодость А с другой стороны Разрушают Федоровскую церковь У нас Я уже В прошлом Выступлении Говорил Что Были Тайные Загадки Наших Ну Разделение Обкомов На городс И осель Да Тоже говорили Вот это Бюро Рати Она Конечно Создавала Такую Массу Фиктивных Различных Действий И в 63 Году Вот это Уже Официально Признано Потому что Все это Есть Нынче В госстатистике Вот опять Вот Продолжались В области Махинации Создачи Мяса Государству Вот Колхозы Выращивались От И Сдавали его Государству Получая за это Деньги Но животные Оставались В колхозах На передержку В том же колхозе Чтобы там Приермить Поднять весь Хотя По идее Это должны были быть Где-то на специальных Откормочных Пунктах А где их взять Вот не было Их не было Но это на бумаге Причем это все Проходило время А надо было отчеты Потому что Область бы Такой бы разгон устроили Сами понимаете Хрущевские времена Это Хоть и оттепель Но мало бы не показалось Вот Это же самое Сдавали уже вновь Но не при весе Сдавали А снова все Чистым весом И получалось Что государство Сдает там То есть Олхозы сдают Государству Мясо Ну немеренно Ну тонны там Тысячи тонн Миллионы тонн Мяса Мяса нету Вместо мяса Причем Вроде бы Олхозы-то Должны Процветать Потому что Деньги получали Ну видимо Ты пей Дважды За одну и ту же Рову Но Олхозы тоже Не процветали Ну Из Ировской области В этом же году Ездили в Казахстан За мясом И маслом Сдавали В счет плана Вот Была у нас Бюротическая система Подождите Еще раз Что везли В Казахстан Мясо Мясо Это все Не в магазины Везли А все это Сдавали Государству В Казахстан Мифичес Тогда было Понятие Рома-Родины Вот они там Были И до сих пор Это тайна Не разгадана Где эти Рома-Родины Были И что у них Было А везли Простите Что обратно Из Ировской области Конечно Продовольствие Везли В индустриальные Районы Прежде всего На Урал И в Ленинград Когда-то Это тоже мясо В поздние годы Хлеб Мясо В основном Да Продукция мясокомбината Все В основном Вот Ну позднее Вот В 80-е годы Просто журналисты Местных газет Провели расследование Тогда же это не афишировалось Куда все девается Эти потоки Да Все возможные Какой-то жал И процент остается Области А все увозилось Вот это же Система сдала Все сдавали Но Видимо регионы Индустриальные Надо было Эрмити Это считалось Сиома Это уже Опять же Я вот О Похожести времен О параллелях Времен Сегодня Давайте Сейчас пример Переведем И на рекламу Сходим А пример Длинный Может быть Хорошо Тогда реклама Евгения Питонина Историк Раевета Руководитель Музея Ветского Госуниверситета Сегодня мы Вернулись На 55 лет Вперед Назад Простите Год 1963 Жизнь Быт Горожан И страны В целом Именно в это время Продолжим Через полтора минуты Сделано в ветке Десять минут Будет еще продолжаться Программа Сделано в ветке Вот сейчас Евгений Олегович Параллель Задумал Провести Современность Я обещал вам Длинный пример Современность Параллель Современность Вот Какой у нас был Скандал Недели Прошедший Скандал Недели Прошедший Это один Один из Скандалов Но самый Нашумевший Это где-то По-моему В Ярославле На встрече Там Путина С молодежью Показали Робота Сказали Что умеет Он считать Там плясать Петь Не знаю Что еще И оказался Переодетый Человек В принципе 1963 года Ничего не поменялось Тогда уже Пошла волна Этой робототехники Была знаменитая Риатура 1963 года В журнале Родилов Вот я Жалею Что не могу Азарт Давайте я сейчас Поищу Что там И привезли На поле Видимо Эмиссию У нас Робототехники Внедряются И два Расных робота Железных С лампоч Вместо носа С антеннами Опают Поле Лопатами Все Эмиссия Довольная Уезжает А эти Роботы Откидывают Свои Эти Всего Монючая Советская Нерафинированная Масло В количестве Одного литра И надо было Вот упить Эти жетоны Потом Люди Страждущие Подходили Автоматом Опускали Этот жетончик И рычажком Куда-то Вправо Влево Поворачивали Я еще застал Эту автопоилку И наливали Себе Ружку пива Но Естественно Навят И народ У нас Оказался Предприимчивы И делали Что Просверливали Дырку В этом жетончике Привязывали Леску Намыливали Может быть Дейли Или там Маслом И жетончик Получался вечный То есть Его на нит И опускали Ружку наливали В этаз И снова Опускали Можно было Жить безбедно Вечный абонемент Потом выбегал Это единственный Бармен Не бармен Сотрудник Пивной В грязном Белом халате Выбегал У пацанов Или кого-то Отбирал Если успевал Отбирал А что Тут из любого Могли делать Но Видимо Убыто Ой-то был Наверное Все это Эмпенсировали Конечно Разбодяживанием Пива водой Или Не долину Я не знаю Как там это Настраилось Но это еще В начале 70-х Но С другой стороны Я уже говорил Что в 62-м Третьем Начали строиться Стекляшки Подождите Не торопитесь А аппараты С газированной водой Это та же эпоха Автоматизация Да Они были Тогда уже По-моему Менялись Формы Вначале Были Красные Автоматы Красивые Сейчас Кстати Стилизация Под эти Автоматы Вот где-то В торговых центрах Стоят Эти Но Вкус Не тот Уже Потом Были Автоматы Зеленые Уже Дизайн Сменился Но Уже Стояли У Гаражей Конечно По-разному У нас Вот например У бывшего 32-го гастронома Стоял аппарат Их автоматов И при сильном ударе Срабатывало И без монет И то есть Иногда даже С сиропом Одну копейку Просто газ-вода Одна была Без сиропа Извините Буквально 30 секунд Один из наших Слушателей Который сейчас У радиоприемника Находится Зовут его Сергей Он хочет уточнение Сделать В коминтерне Он говорит Завод назывался КПД Комбинат панельного Домостроения А вы говорите Про Кировский Комбинат Строительных Материалов Он на кирпичной Там выпускали Краснокерамический Кирпич До сих пор Труба там Находится Кировский Комбинат Строительных Материалов Да Он на кирпичной Уверяет нас Дословно Там я Цитирую Первой его Выпускаемой Продукцией Стали панели Живых домов Живых домов Да Это я Где-то Из событий Города Выписал То есть Вот Что Взял И То и Получилось Ну Надо посмотреть Источник В любом случае Высказался Но тем не менее Что в 63-м Вот это было Но на кирпич И панели Домов Никогда Не производили Вы уверены В этом Не производили Кирпич Там Просто технологии Не позволяли Производить Две-три минуты Остается У нас Бытовую сторону 63-го Как-то Года Еще хотел затронуть На фоне На фоне Вот этой Модернизации Роботизации Самыми популярными Оставались Брутальные пивные В 63-м году Одна из их пивных Находилась Самых знаменитых Город Развивался В западном направлении Поэтому на углу Хлебозаводского И Московской Тогда обуны Находилась пивная Бабье горе Это был Деревянный Приземистый дом И по преданию Бабье горе Это народное название Народное название По преданию Потому что мужчины Зависали Вроде Женые Шей пытались Несколько раз Его спалить И когда Огроза существовала То мы уже И организовывали Круглосуточное дежурство И ночами Охраняли Это бабье горе От поджога И воду в запасе Держали Ну и еще Немного о жизни Появились В 63-м Впервые начали Форцовщики И спекулянты Завозить Иров плащист А не болонья Продавались они По 70-80 рублей Это очень дорого Хотя плащи Промокали Отпотевали Но тем не менее Сохранялись У нас Модная вещь Аж до 70-х годов Откуда мода-то? Напомните Из Италии Из Италии В 63-м году Новая школьная форма Уже отменили Ремни Фураж И просто стали серые Стюмчики Вот Спецмашины Вот тоже Люди не представляют Все помнят Желтые НРИ и милицейские Машины 70-х А в 63-м Машина Например Спецмедслужбы Или милицейские Были темно-синие С красной полосой Это хорошо Это хорошо В фильме Операция Но тем не менее Я говорю Что милиция Была деморализована Гонения Начинались И реформировалась ГАИ И очень упала Дисциплина Среди В рядах Водителей Среди водителей Особенно Руководителей То есть Они уже Статистикой 63-го года Отмечают Огромное Количество Аварий Допущенных Пьяными Рулем Ну и хиты года Вот что у нас Музыка В смысле Течет Волгозы И на 63-м Начала Рьеру Появилась еще Ранее еще Видимо Упитанная Была Дита Пьеха Это открытие Прошлого года Станет Я хочу И Обзор Конечно Без него И на Марсе Будут яблони Цвести Вот верили Что на Марсе Будут Яблони Цвести Но тем не менее Сегодня У нас Рамляет Святой Водой И отправляет Анастасы На Эсмические Станции Тогда пропаганда Использовала Эсмические Полеты В антирелигиозных Целях В плане того Что ведь Осмонавты Бога не видели И вот Начали Компанию Разрушили Федоровскую ЦРФ Остался Один храм Ну в общем Это все сопровождалось Сама Противоречивая Материалами В печати По радио Телевидению Ну то есть Полномасштабная Такая компания Вот то что Война Не простительно Ну ладно Мы по ней Отдельную передачу Эта женщина Того заслуживает Вот Вот такой 63 год Школьный В серий Стюмчиках Уже пойдут 1 сентября Автопоил Работает Исправно Бабье Горе Не сожгли Ну ладно Там с уби Можно Небудь пережить В общем Все было хорошо И Хоть бы Одним глазом Туда перенестись Посмотреть Попробовать Бабье Горе Я имею ввиду Заведение Упомянутое Оно До которого Года Просуществовало До года До 75 Наверное Там начали строить Вот это общество Глухих По-моему Оно долго стояло Украшало Вот этот перерост Вот сейчас бы Возродить Конечно Такую Пивную Легендарную Но это уже И дом Витберга Наводил уже Это не та аура Совершенно На этом истекает Время сегодняшней программы Сделанной в Вятке Благодарю Евгения Питунина Историка В 64 Руководитель музея Вятского госуниверситета Ровно через две недели В то же время В пятницу Мы будем здесь И год 1964 Все наши программы Еще раз напоминаю Хранятся на сайте Эхокирова.ру И на нашем Ютьюб-канале Всего доброго Сделано в Ветке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин